Всем привет! Это рубрика Гуляев по Перме. Мы вновь вышли на улицы города, вопросы подготовили. Пойдем пообщаемся с прохожими. Поехали! Кто такой гомеопат? Человек какой-то. Чем занимается этот человек? Гомеопат. Инженер, ученый, может быть учитель? Ученый, скорее всего. Ученый. А конкретно чем, какими занимается? Гомеопат. Итак, не знаю, планетами, какими-то звездами. Человек какой-то, но чем занимается? Гомеопат. Не, не помню. Если от корня слова предположить, гомеопат. Так, гомеопат. О, что-то падает. Что-что? Что-то падает, не знаю. Падает? Да. Гомеопат – это вещество, которое… Ну, не доказаны его лечебные свойства. Специалист по всяким народным средствам, по травяным, по всяким вот таким. Как будет звучать слово «дно» во множественном числе? Никак. Нет такого слова? Давайте скажу, есть такое слово. Давайте вслух порассуждаем. Дно во множественном. Как может быть? Дны. Дны. Так, еще как? Много дон. Много дон. Есть такое слово, да? Дон на днище. Дневный вариант какой у вас был? Дон на днище. Днище, отлично. Ну, давайте вслух поразмышляем. На дне, не дна, много… Дны? Нет. Днище. Много днищ, наверное. Дно одно, а когда их несколько? Так, днище, наверное. Днище, так, хороший вариант. Ну, подскажу немножко другое слово. Донья. Слышали такое слово? Да, слышал. Оказывается, так правильно, представляете? Есть на корабле две кабинки. Одна называется «камбус», другая – «гальюн». Что в этих кабинках делаете? Не скажу. Чем могут заниматься на «камбусе»? Кто там может находиться? Матросы, нет? Матросы? Матросы. Ну, понятно. Чем там занимаются? На кораблях обычно чем занимаются? Ну, у кого что? Кто рыбачит, кто служит. Ну, матросы имеют в виду, там может быть трубка какая-то, да? Угу. Рулевой. Функции управления, да? Функции управления. А в «гальюне» тогда? А в «гальюне» тогда техобслуживание, нет? Техобслуживание моряков, да? Камбус. Камбус. Я думаю, там. Что происходит у нас в «камбузе»? Так. Ну, где «капитан», наверное? Капитан. Так, хорошо. Хорошее место. А «гальюн»? Где механики там? Что делают на «камбузе»? Может быть, там «капитан». На «камбузе» «капитан», а в «гальюне»? Я не знаю. Ну, давайте попредполагаем слух. Помощники, не знаю, может, мотор какой-нибудь, не знаю, что ли. А помощники, либо механики, да? Механики, ну да. Понятно. И постоянно там время проводят, да? Наверное. Вот вот эти механики, постоянно в «гальюне», а, «гальюн». Туалет. На «камбузе» радиорубка, что ли? «Гальюн» – это где люди испражняются, занимаются дефекацией, какают. Я обожаю новости. А «камбуз» – это место, где готовят еду. То есть кухня, да? Да. По-русски. Вот сейчас немножко вспомнить надо произведение одно. Знаете путаницу у Карнивана Чайковского? Стихотворение. Честно, нет. Ну, давайте вместе вспомним, кто поджег море в этом стихотворении. Вот кто-то взял что-то, пошел к морю и зажег это море. Кто это был? Так, кто это был? Не знаю. Скорее всего, это был мужчина, что поджег. Возможно, что-то бумажное или деревянное – это логично. Ну, давайте, поскажу, спичками подожгли, но не мужчина, а вымышленные персонажи – звери. Какие звери? Волк распространенный, медведь распространенный. Кто-то из них, да? Наверное. Еще одна подсказка – лесные звери это. Зверята даже, я без права. Так, давайте уже к детской подсказке. А, и-и-и, взяли спички, к морю синему пошли, к морю синему пошли. Лисички. Взяли спички, к морю синему пошли. Лисички. Отлично. А чем потушили море? Грибами, ягодами, всякой. Это тушили, а в итоге-то кто затушил? Прилетело. То ли бабочки, то ли птицы. Бабочка, отлично. Лисички взяли, спички. Море синему пошли, мы снизу зарегли. А чем потушили в итоге? Кто-то прилетел. Прилетел, прилетел. Бабочка, нет? Есть современный сленг, знаете, да, вот эти новые словечки модные? Такие как «криповый» и «зашквар». Знаете значение? Ну. Что означает? Ну, стрёмный, значит, плохой там какой-то. Это «зашквар». А «крипово»? Крипово? Наверное, «крипово». Что-то отличное, наверное. Крипово, ну, наверное. Наверное, что-то «крипово», наверное. Классное что-то, нет? Так, а «зашквар»? Не классное. Ну, «зашквар» это, типа, ну, не очень, стрёмно как-то. Стрёмно, да? А стрёмно как переводится? Ну, типа, некрасиво, можно сказать, уродливо, как-то. Ну, так. А «крипово»? Крипово, смешно. «Крипово» это когда страшно. Да. Откуда это слово «крипово»? Я сам не знаю откуда. Ну, это по-английски страх. По-английски «крип», да? Да. Понятно. А «зашквар»? Ну, это когда... Так, как это объяснить? Когда... Ну, это не шкварки, это не сковородка, это не блюдо, да? Он когда что-то сделал такое, о чём стыдно, допустим. Это... У него этимология из тюремного сленга идёт. Да. Когда процесс «зашквара», вот, условно, представим, петуха – это физический, духовно опущенный человек, и получается прикосновение к нему, какие-либо с ним контакты, помимо насильственных, является зашкваром. Наше общество молодёжное передело эту... Переняло эту ауе-культуру страшно. Крипово страшно, а крипово откуда? Английское слово «крип» означает что-то неприятное, страшное. На этом наша рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова